Добро пожаловать на живой канал Культаса, они действительно сделали это, я так же удивлен как и вы, я абсолютно забыл про то, что они собирались делать это последние года два, но они это сделали, они выпускают фильм про Дашу-путешественницу, Дору-путешественницу, давайте будем правильно говорить. Последний раз, когда я об этом фильме слышал, был, ну так даже когда вы о нем слышали, когда поступала эта утка новостная про то, что этим фильмом занимается Майкл Бэй, оказалось, что нет, просто были слухи про то, что этим занимается его продюсерская контора, они потом сказали, что нет, это все неправда, вообще никакого отношения к этому делу не имеем и действительно в титрах теперь написано, что этим занимаются люди, про которых вы никогда раньше не слышали, еще про Mount Pictures. Честно, я немножко в замешательстве, я не ожидал, что это окажется чем-то большим, чем, возможно, телевизионный фильм, как со Skim 5 Plus, было недавно, когда все немножко побомбили в Твиттере и потом абсолютно про это дело забыли, и в том числе сама студия, видимо, про это дело забыла, по телеку выпустили, хрен бы с ним. Нет, нет, это выходит в кинотеатрах, Даша Путешественница, Дора Путешественница выходит в кинотеатрах, почему Дора, ну, я думаю, что вы все-таки понимаете почему, потому что, ну, у нас во время перевода, во время адаптации, это все-таки образовательное телешоу, да, это образовательный мультсериал, который в Америке нацелен на то, чтобы учить детей испанскому, потому что для них это гораздо более актуально, потому что Мексика прямо под ними вот эти все дела, и, соответственно, очень много там мексиканских чуваков учатся. Короче говоря, испанский это второй язык у них там, да, более-менее неофициальный, но учить его надо, точно так же, как для нас английский. Соответственно, когда делали адаптацию, решили не просто перевести, а еще и перевести в наши реалии, то есть заменили всю испанскую речь на английскую, чтобы наши детишки учили элементарные там английские слова, ну, вы знаете, как это работает. И, да, теперь они вот подумали, видимо, раз уж выходит фильм полноценный для кинотеатров, ну, мы не можем называть Дору Дашей, потому что тогда это как-то не будет сочетаться, потому что окажется, что Даша учится в американской школе, и она испаноамериканка сама по себе, и у нее Майкл Пен и ее батя, короче. Это как-то вот просто тупо будет выглядеть, да, немножко не будет, немножко не будет умно, мы же не хотим, чтобы наш фильм про Дору, блядь, путешественницу был тупым, это непозволительно. Есть что-то очень странное и в то же время вот какое-то забавное, что ли в самом факте того, что этот фильм существует, потому что я знал, что рано или поздно они это сделают, Голливуд готов браться за абсолютно любые франшизы, которые какой-то успех в прошлом имели, но в то же время я абсолютно не ждал, что это все-таки случится, давайте уже посмотрим этот долбный трейлер в конце концов. В джунгли. Или она работает не так. Хороший шот на Изабеллу Монер, но есть 17 лет, поэтому пока что нельзя наслаждаться. Ты не должна быть окей, ты упала с довольно большим высотой, у тебя должны быть обе ноги поломаны. Это называется Эльдорадо. Я видел это в мультфильме. Какого возраста? Она выглядит как порно-актриса. Я сначала не понял, что это не Майкл Бэй снимал, сначала это выглядело как буквально то, что делает он. Уже потом мне сказали, что нет. Я помню тебя из мультика. Ты какой-то дрещавый. Это не джунгли, это в школе. Это жизнь или смерть. Попомните, когда фильмы про старшую школу были актуальны, да? Я тоже не. Она такая милая. Она очень милая. Ола, Дора. Дай мне идти, Клайда! Ты помнишь нам найти твоих родителей в последней городе Голда. В этом новом фильме про национальное достояние Николас Кейдж будет, кстати, почему-то я его не вижу. О, смотри, Дора принесла нож на фильтре, все, кто-то. А ты вообще меньшинство. Я живу с твоими родителями. Ты все в опасности. Попсовый садрак. Мы будем умереть здесь. Нет, не нужны, чтобы оверреактировать. Попсовый садрак! Почему они назвали ее спасать родителей, я имею в виду, если они важны? Конечно, она знает, что это не важно. Башмачок выглядит как отвратительное сиджайное чудовище, но это ожидаемо в 2019 году, как обычно. Это такой классный трюк был сейчас, когда она проскользила. Почему единственный белый чувак в этом фильме выглядит как абсолютный уебок девственник? Я имею в виду... Давайте похлопаем, Дашку, давайте похлопаем. Изабелла Мэна, Дэнни Трэха, да, кстати, башмачка озвучивает Дэнни Трэха, вы знали, да? Ну, в общем, да, если вы до сих пор сомневались, то этот фильм действительно существует. И он действительно выходит в кинотеатры в августе. И это то, что мы все будем смотреть. И будем очень, сука, сильно ржать. Я уже представляю, на самом деле. Я могу видеть эту картину, как сидит кинотеатр, зал в кинотеатре, полный мудаков, которые каждые пять минут кричат, я карта, я карта, я карта. На кого нацелен этот фильм? Не, не, на Западе окей, окей. Я понимаю, что они все-таки фильм делают, во-первых, для себя, во-вторых, для китайцев. Там про Россию, естественно, никто не думает. Но вот я думаю, окей, у нас, вот как у нас прокатчик будет это дело подавать? Потому что кто у нас пойдет на этот фильм? Я вижу два контингента, две аудитории, которые на это пойдут. Первая аудитория, первая часть аудитории, это мамки с детьми, которым вообще насрать на то, что смотреть. Главное, чтобы там в тегах была приписка для детей. Им вообще похуй. И я могу их понять. В данном конкретном случае я могу их понять на самом деле, потому что кто, сука, помнит про Дашу Путешественницу? А вот вторая часть аудитории, это идиоты вроде меня, которые до сих пор помнят, когда им было лет 10 или 11. Они в субботу утром включали телек, и то ли по ДТВ, то ли по СТС, я не помню, где именно, или вообще по ТНТ, что ли, шло вот это вот, только мультяшное. И это было очень странно. Там была какая-то непонятная коричневая маленькая женщина, которую почему-то звали Даша. Она говорила на очень простом английском. И спрашивала, куда идти, куда идти? А ты говоришь, туда иди, вон, там замок, там то, что тебе нужно. Она спрашивает еще раз, куда идти? А ты говоришь, ну там замок, ты что, слепая? Обернись назад, твою мать. И она открывает карту, подумает, как ты можешь быть такой слепой, мразь? Я карта, я карта, я рюкзак, я рюкзак, твою суку. Это было так тупо, но потом, короче говоря, ты досмотришь это до конца и даже сам не замечаешь, как ты посмотрел полностью одну серию. Я могу понять, почему она стала популярной, да? Но, хей, мы живем в эпоху, когда Голливуду нужно эксплуатировать абсолютно любую старую франшизу, которая хоть какая-то... Насколько-то популярной была в прошлом, чтобы хоть какой-то бакс из этого вытащить. Новые идеи поступают постоянно, но, знаете что, давайте мы лучше снимем фильм про Дору-путешественницу, извините. Вот, например, первые же кадры нам показывают, которые сразу дают понять, какой экспириенс, какой опыт нас ждет, когда Дора падает с обрыва и абсолютность ничего себе не ломает. На ней нету ни одной царапины вообще, потому что мы же не хотим, чтобы... Как ее зовут? Мы же не хотим, чтобы Изабелла Монер поцарапалась. Я бы не хотел. Я бы хотел сделать с ней некоторые другие вещи, о которых я пока не могу говорить, потому что официально ей 17 лет. Надо годик подождать, я имею в виду. Может быть, к августу как раз будет нормально. А на помощь ей, конечно же, приходит всеми любимый башмачок. Вот он, абсолютно отвратительный сиджайный монстр, которого сняли на бутылку водки. Я уж говорил, что этот фильм выглядит как телефильм от Никелодиона, да? То есть это еще хуже Аладдина. Ну, окей, это, наверное, имеет смысл, потому что... Аладдин, что ни говори, но все-таки его делает Дисней, у которых денег больше, чем у Бога. И даже там он выглядит как абсолютный телефильм. Смотрите мои другие реакции ради подробностей. Это просто отвратительно. Вот это просто жуть. Мы еще увидим его в движении чуть попозже, обратим на это большее внимание. Но сам факт того, что его озвучивает Дэнни Трэха из всех людей... Окей, я имею в виду... Наверное, он это сделал из какой-то национальной гордости, потому что он один из вот этих вот людей, типа Антонио Бандероса или Роберта Родригеза, которые... Ну, вот они такие очень идейные испаноамериканцы, да? Они очень ценят свое национальное наследие. Что я могу уважать на самом деле? Я могу это уважать. Но действительно ли ты хочешь проявлять уважение к своему национальному наследию в фильме про Дору, блядь, путешественницу? Я не знаю, я бы подумал дважды, но они... Майкл Пэн, а там играет Майкл Пэн, в конце концов. Вы хотите увидеть дуэт Дэнни Трэха и Майкла Пэна? Я бы хотел. Почему еще я знаю, что это голливудский трейлер? Потому что они рассказали весь фильм в этом толванном трейлере буквально. То есть я не знаю, зачем мне туда идти. Я уже видел все, что с ней произойдет. Она найдет родителей в конце. Ей будет хэппи-энд, потому что чем еще это может закончиться? Это не Келодиан это дело спонсировал. Если только она, не знаю, может быть она спанчбоба найдет. И они, короче, динамик дуо устроят, но вряд ли. Я скажу одно хорошее. Мне нравится, как Дора выглядит. Во-первых, Изабелла Монер няша. Очень-очень миленькая. Ну, посмотрите на нее. Посмотрите на это лицо. Она такая кругленькая. И глаза у нее такие большие. И у нее, короче, цвет кожи самый привлекательный в мире. То есть, ну, она миленькая. Это правда. Это очень классно. И более того, она, ну, в какой-то степени, в очень маленькой по понятным причинам, но все-таки более-менее отражает то, как Дора выглядела в мультсериале. Ну, знаете, за исключением некоторых вот двух моментов таких. Но я имею в виду, я считаю, что это улучшение, а не ухудшение. Так что это хорошее использование артистичной лицензии. Хорошее творческое допущение. Но так как это телефильм, который почему-то решил замаскироваться под нормальный кинофильм с прокатом. Это, видимо, тренд какой-то. После Аладина все решили, что да, наверное, нужно это делать. Естественно, все это должно быть про сраную старшую школу. Потому что... Потому что 2019 год это то же самое, что 2010 год, да? То есть давайте мы просто High School Musical переснимем. Почему нет? Давайте сделаем из Доры Путешественницы мюзикл. Ну ладно, так далеко мы не зашли. Пока что все, что я тут вижу, это пародию на Пеппи Сильвию. Потому что, конечно, вот эта вот классическая стена с веревочками, которые соединяют одну улику с другой. Абсолютно ничего не знают. Ладно, хрен с ним. Почему это должно быть настолько примитивно? Потому что это делается для детей. Но окей, но ведь есть гораздо более... Есть много других способов сделать фильм для детей. Почему это обязательно должна быть старшая школа? Хотя знаете что? Наверное, я понимаю, почему они это сделали. Они это, возможно, сделали потому, что Дора уже как раз вышла в тираж где-то вот несколько лет назад. Я думаю, что в районе 2012-2013 года или около того. Они потом делали спин-оффы какие-то, они делали продолжение. Ну, всякую херню, но на нее было всем насрать по большому счету. Но что это означает для нас? Это означает для нас, что вот вся вот эта аудитория, которая, возможно, смотрела или была в этом деле заинтересована вплоть до ее кончины, она сейчас как раз находится вот на этом стыке средней со старшей школой. И высь-высь-высь вот где-то вот в конце колледжа, ну, короче говоря, возраста от 15-16 до 25, что-то такое. То есть пополам примерно люди, которые... По большей части все, кто ради ностальгии на это дело пойдут, да? Просто кто узнает название и пойдут ради ностальгии это дело смотреть. Вот из-за этой ориентировки, соответственно, тема старшей школы, она, наверное, ну, близка. Вот как минимум половине этой аудитории, потому что они как раз туда пойдут. А мы знаем, вот этот абсолютно классический троп, он, сука, никогда не устареет. Поэтому, видимо, они решили к нему прибегнуть. Мне... Не знаю, я не знаю, как относиться к этому, потому что вот эта вот затравка с тем, что родители, короче, должны на какое-то там великое приключение идти, оставляют ее в старшей школе, а потом она должна идти на приключения вместе со своими тупыми друзьями, потому что она не может одна с этим справляться, с башмачком, ей нужны дополнительные чуваки там. Окей, наверное, но... Я вроде как понимаю, для кого это сделано, но при этом абсолютно, сука, не понимаю. Это очень странное чувство. Ближайшие где-то минуту-полторы трейлер буквально рассказывает все то, что будет происходить в фильме в течение, ну, первых двух третей его, наверное, просто вырезая большую часть кадров по понятным причинам, но при этом довольно много оставляет. То есть он буквально последовательно рассказывает, что будет. Сначала родители ее кидают, потом она идет в старшую школу и там встречает своего брата, кузена или кто он ей забыл. Он тоже был в материале, я помню. Он там был вот уже впоследствии, когда они начали делать спин-оффы, продолжения и всякие такие штуки, чтобы как-то франшизу возродить, но всем было уже просто насрать. Но, тем не менее, это все еще узнаваемое имя. Это все еще кто-то, кто был в сериале. Вы знаете его, он есть здесь. Вы можете хлопать, вы можете хлопать, когда увидите его. Я не могу, ну посмотрите на это, она такая миленькая, такая миленькая, так улыбается. У нее такая морщика круглая, такая круглая, и она улыбается. Ну, ну, как можно ее не любить? То есть знаете что, я буду рад, я буду рад на самом деле в кинотеатре, когда мне придется насильно туда пойти, потому что это моя работа. Я буду рад смотреть на Изабеллу Монер, потому что она очень миленькая. Я буду надеяться, что рано или поздно она станет достаточно взрослой, чтобы это было законно. И я уверен, что нас не ждет очень хорошее будущее, потому что Бог существует, он сведет нас вместе. Ну, посмотрите на нее! Slow children, да, я могу согласиться, эти children действительно выглядят довольно slow. Но, хей, по крайней мере, они выглядят так, как будто они дети в старшей школе. Это лучше, это больше, чем некоторые другие фильмы про старшую школу могут сказать. В Первом человеке-пауке, например, с этим было гораздо больше проблем. И в течение вот этой вот минуты, когда нам рассказывают сюжет, еще нужно огромное количество шуток вставить про то, что хей, она, короче, из джунглей, она не адаптирована социально, она носит с собой в школу штуки Лары Крофт буквально. И знаете, что теперь, когда я думаю об этом, что если они еще и попытались сделать Лару Крофт только 6 плюс? Там в конце трейлера будет написано, что возрастной рейтинг еще не выставлен, я не думаю, что они дадут ему 13 плюс. Но реально, короче, что если просто кто-то в этой студии подумал, нам нужно сделать фильм про Дору-путешественницу. Так, что если мы сделаем Лару Крофт, но при этом 6 плюс? И при этом она будет испанкой, потому что, ну, понятно почему. И все такие, да, это то, что я хотел увидеть. Но сиськи мы ей оставим, потому что, потому что. Также они подумали, что по какой-то причине Дора не сможет заточить этот фильм в одиночку. Я абсолютно уверен, что это было решение Ники Лодиана, потому что, ну, они до сих пор застряли у себя в своем 2008-2009 годах, где вот подобные фильмы пользовались большой популярностью и не нужно было выглядеть как кинофильмы. Именно поэтому они продолжают снимать вот так. И теперь у нас есть Скуби-команда абсолютно, вместе вот с этим Диего, или как его там зовут, я уже забыл. И еще два непонятных человека. Одно меньшинство, которое должно быть сильной и независимой, и постоянно такая, знаете, вот саркастичная такая женщина, которая говорит, ммм, Дор принесла дымовую шашку в школу, мгм, я абсолютно этому не удивлена, мгм, мгм. И второй это задрот просто, то есть его задача в том, чтобы быть стрёмным задротом. Если вы мне не верите, я сейчас покажу. Да, да, это вот единственный-единственный белый мужчина в этом фильме, скорее всего. И он, ну, так себе выглядит, я имею в виду. Во-первых, начнем с того, что он нихрена не выглядит как... Окей, возможно, он более-менее еще потянет на старшую школу, опять же, там, самый-самый последний класс. На самом деле он выглядит немножко постарше, мне кажется, но тем не менее, его задача в том, чтобы быть задротом. Я абсолютно уверен, что это так будет, я готов деньги на это поставить, что его задача в фильме будет быть просто задротским чуваком, который плохо шутит и является, по факту, козлом отпущения. Но они все равно будут его спасать, потому что дружба – это магия. Ну, я забежал вперед, давайте мы еще раз посмотрим на отвратительного сиджайного башмачка Дэнни Трэха. Просто посмотрим на него в движении, давайте мы немножко вот отмотаем. Сейчас обращайте внимание на то, как он двигается. А посмотрите внимательно. Да, то есть, вот вы прям можете видеть этот замечательный продакшн. Еще раз, вот этот самый кадр, вот этот кадр. Вы можете видеть этот продакшн. Если вы сейчас прокрутите по кадрам, если вы прокрутите... Вот, 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 посмотрите, посмотрите на это дерьмо. Я буквально вижу, что они наста... У него рука клипается... У него рука клипается через рюкзак. Он рюкзак, он рюкзак – это башмачок. У него рука клипается через рюкзак в этом пререндеренном фильме, снятом на миллионы долларов, сука. Просто посмотрите на эту срань. Никакой тени, никакой глубины фокуса вообще нету. Я вижу, что это абсолютно компьютерная, абсолютно фальшивая, дерьмовая макака, которая клипается, у которой рука клипается через рюкзак. Я не верю, что это существует. Я не верю, что кто-то посмотрел на этот кадр и сказал, да, это выглядит отлично, это выглядит как фильм, который в 2019 году можно будет выпускать в кинотеатрах. Давайте похлопаем. Рука клипается через ебаный рюкзак. Я не знаю, что они будут делать с Дэнни Трэхо, наверное, он... Ну, окей, окей, он будет говорить, я предполагаю, как это будет звучать. Я хочу послушать в оригинале, как это будет звучать, потому что это должно быть что-то, сука, с чем-то. Вообще, когда я думаю об этом, где жулик? В этом трейлере нет жулика. Если они сделают вот эту срань, когда жулик это будет прозвище главного злодея или кого-нибудь такого, но это будет ни хрена не лис, я, сука, рассержусь. Свайпер мой любимый персонаж во всей этой долбленной Доре. Если они сделают просто чувака и назовут его свайпером, жуликом, я поставлю 0 из 10. Это не должно происходить. Знаете, что будет круто? Если в сцене после титров, короче, когда вот Дора победила, и там этот жулик, он, короче, сидит на троне в космосе, такой поворачивается медленно, такой в камеру, и говорит, ну что ж, походу мне придется взять дело в свои руки. И начинает воровать, короче. Его коварный план будет в том, чтобы своровать половину частной собственности всех обитателей вселенной, сука. Вот это будет лучший сиквел, вот это будет 10, нахуй, из 10. Я поставлю 10 из 10 этому фильма чисто за эту сцену. И еще пойду на сиквел и всем буду рекомендовать. Мне нравится этот кадр. Я не знаю, почему он мне просто нравится. Он очень героический. Я посмотрю на него еще какое-то время. И это была Дора, путешественница, и потерянный город из золота, который почему-то называется не Ильдорадо. Я не очень понимаю, почему. Окей. Это что-то, что выйдет в кинотеатры в августе. Я до сих пор не верю, что этот фильм будет существовать, но он будет. И мы на него пойдем, и какой-нибудь мудак в вашем зале будет кричать «Я карта, я карта!» каждые 5 минут, пока кто-нибудь не пригрозит, врезать ему поебалу. Да, скорее всего, так и получится. Будем посмотреть, да. Я с радостью. Не знаю, какого я с радостью. И тебе понравилось слушать, как я говорю, на видеоигровые или не видеоигровые темы в течение этого количества времени. В таком случае, может быть, если хочешь подписаться на этот канал и на мой основной канал, где я делаю контент, в который вкладываю усилия. Вон, обзор Гринчи, кстати говоря, вчера вышел. Большой разбор. Прямо по пунктикам. Заходи, смотри, мой дорогой. Так что можешь оставить лайки или дизлайки этому видео. Ты можешь оставить несколько комментариев этому видео и подписаться на меня в Твиттере. и все это сделать, потому что ты нагонишь мне трафику. Мой дорогой ублюдок, иди сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok